Утро 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 Класс Добавил на столовую ложечку майонеза И начал перемешивать деревянной ложкой Снизу и вверх Снизу и вверх Поливал соком, образовавшимся И все снизу и вверх Чайник, чайник Чайник начал босить и подрагивать Затем взял кольцо колбасы Домашний, крестьянский Отдающий чесночком Отрезал граммов 150 И на раскаленную сковороду Жир в колбасе был Он начал плавиться, и зашкварчала колбаса, и чайник пустил постоянный сильный пар. Тогда я достал другой чайник, фарфоровый, в красных цветах, пузатенький, и обдал его кипяточком изнутри, что принял хорошо. Туда две щепоточки чайку, мелкого, нарезанного, подсушенного, цейлонского, и залил эту горку на две четверти кипяточком. Поставил пузатенького на чайник, а тот его начал снизу парком подпускать, и колбаска, колбаска сворачиваться пошла. Я ее сверху яйцом, ножичком по скорлупе, три штуки вбил, и на маленький огонек перевел. А в хрустальной вазе салатик соком исходит, под маслом, уксусом, майонезом. Подумал я, подумал я, и столовую ложечку сметанки для мягкости, и деревянной ложкой снизу и вверх, снизу и вверх. Взял вазу, пошел на веранду, а на веранде столик беленький сияет под солнышком, на него тень такая кружевная, узорчатая. Я вазу в тень поставил, вернулся, а в сковороде глазунья, сверху прозрачная подрагивает, и колбаски в нерах, и пилагом, и чайник. Снял пузатенького и еще две четверти кипяточку, пускай там темно, темным-темно, и настаивается взял сковородку, пошел на веранду, достал из холодильника баночку, где еще с прошлого года хранилась красная икра. От свежего белого хлеба отрезал хрустящую горбушку и стал мазать ее маслом. Масло твердое из холодильника, оно тает и мажется с трудом. Я толстым слоем красной икрой намазал, сел, в левую руку взял хлеб с маслом икрой, в правую деревянную ложку и стал есть салат ложкой, и заклевываясь о жадности, откусывая огромные куски хлебом с маслом икрой, потом не переставая есть салат ложкой, прямо из сковороды стал поддевать, отделять пласты и яичницы и съел все вместе, колбасу, масло, икру, все сразу, все съел сам, все! Затем, не вытирая рта, я прошел на кухню и вернулся с огромной чашкой 25 лет Красной Армии и уже ел салат с яичницей, закусывая бутербродом с красной икрой и запивая все это сладким чаем, чаем, чаем! Ах! Фу! Ну ах! Фу! Ах! Фу! Ах! Фу! Нех! Ну ах! Фу! Ах! И на пляж уже не пошел! Остался сидеть дома, скрести в ноги под столом, не имея сил отогнать пчелу, жужжащую над сладким ртом! З-з-з-з, отойди, з-з-з, отойди, з-з-з, отойди, пчела. Вот так я сидел. Затем встал ходить, трудно живот давить. Ничего, стал шире ставить ноги. Дошел, дошел до почтового ящика, опять нет газет. А денек разгорался, денек светлел, уже поджаривает. Ах! Надел на бюст легкую безрукавку. На поясницу и ноги белые брючки, Желтые сандалии, на нос, темные очки И пошел пешком к морю. Навстречу бидоны с пивом. Притянул по бидонам, двинул к ларьку. Минут через десять, получая огромную кружку, Отхожу в сторону, чтобы одному. Сдуваю пену и пью, пью. Через мягкий или через твердый? Да, мягкий, твердый, я пью. На голове соломенная шляпа, В руках авоська с закуской, Вот, блеснула узенько. Шири блеснула, и вот оно, вот оно, Блестит, переливается море. И голоса пошли, граждане отдыхающие, А он у меня плохо ест, А он у меня плохо спит, А у меня семь бубей, не заплывайте. Потерялась девочка, Ненормальную мамашу просит зайти за дефективным ребенком. И вот ноги стали в песке утопать. Песок, как раскаленная сковорода. А я глубже зарылся, вот там прохлада. Занял топчанчик, Разделся, сложил все аккуратно, Полит, терплю, Чтоб потом ярое удовольствие. Полит, терплю, Чтоб потом счастье. Медленно обжигаясь, Иду к воде, А вода аж серая от теплоты, Шелестит, накатывается, Не терплю, И своим прыжками в поту кидаюсь. Нет, там не нырнешь, Там мелко, Бежишь в брызгах, Скачешь, Ищешь, где глубже, Народ отворачивается, Говорит, Тю, А ты уже плывешь. Холодно еще вперед, Холодно еще вперед, Набрался воздуха, Лег лицом вниз, Глаза раскрыты, Зелена, Зелена, Тень моя, Как от вертолета. Рыбки, перышки, Скользнули взводом, Снова смотрю, Там ничего, Там песок, И тень моя, Вдохнул, поплыл назад, Когда выходишь из воды, Невзирая на пиво и салат, И пятьдесят с лишним лет, Вырастаешь из воды стройным, Влажным, крепким, Сам бы себя целовал В эти плечи и грудь. Никто не смотрит, Ну и ладно. Бегом топчанчику, И затих, И голоса пошли, Граждане отдыхающие, Он у меня плохо ест, Он у меня плохо спит, Он у меня все в бобе, И вот голоса стали проходить, Уходить, Пропадать, Все ушло, Ушло все. А вы сгорели, Болодой человек, А, фу, Бело к воде, Бегом к воде, Опять, опять, Стал опускаться, Раскаленный, Красный, Расплавленный, Опускался, Снова, И поплыл, И поплыл. А какое удовольствие поесть на пляже. Помидоры я макал прямо в соль, Пальцем прижимал холодную котлетку, И запивался так васом, Теплый, Но ничего, Какое несчастье, Одеваться на пляже, Натягивает носки на песочные ноги, А песок хрустит, Не стряхивается. Шел домой, Уже прохладней. Солнце садится куда-то в санатории, Женщины бегают на дачах, Из фарнирных кухонь краном торчащим, Из кранов идет вода, Дети поливают цветы из шлангов, Собаки сидят у колиток, Следят за прохожими, Полные трамваи потянулись в город, С гор пошла молодая инсульганция, Стада вернулись в деревни, И медленно темнеет воскресный день. Сегодня мы вам играем отрывки из разных спектаклей. Я уже вам сказал, Эту программу мы так сегодня называем. Играем Михаила Жванецкого, Виктора Ильченко. Моя фамилия Ильченко, Зовут меня Витя, Я живу на Приморской улице, У меня своя квартира на пятом этаже, Двухкомнатная. Как говоришь, тебя зовут? Витя. Вот, если спросят, как тебя зовут, Так и скажешь, Витя. Фамилия? Ильченко. Так и говори, Ильченко, где живешь? На Приморской. Так и отвечай, живу на Приморской. Так я живу на Приморской. Вот и говори, живу на Приморской, если спросят. Так я и живу на Приморской. Так я и отвечаю, живу на Приморской. Квартира чья? Моя. Маленький там кто? Где? В ванной. Это Вася, друг мой. Как попали сюда? Куда? В свою квартиру. Шучка, мы попали в мою квартиру. У меня в руках был мой ключ. Мы поднялись наверх, на пятый этаж, открыли и попали. Вот. И что бы ни говорили, я здесь живу и точка. И никаких. Так я же действительно здесь живу. Вот и говори, я здесь живу. Значит, как тебя зовут? Витя. Фамилия? Ильченко. Память Железная. Где живешь? На Приморской. Так и отвечай, живу на Приморской. Кей живу на Приморской? Вот и говори, я живу на Приморской. Кей живу на Приморской? Вот так и отвечай, на Приморской. Фамилия? Ильченко. Еще раз. Ильченко. Еще раз. Ну, Ильченко, Ильченко, Ильченко. Не собьешься? Так что с тобой вас, я же действительно Ильченко. А он? Он Вася. Вот, он Настя, Вася, ты Ильченко. Значит, как тебя зовут? Витя. Фамилия? Ильченко. Ещё раз. Ильченко. Ещё раз. Ну, Ильченко, Ильченко, Ильченко. Не собьёшься? Ну, чё взбиваться же? Я Ильченко. А он? Он Вася. Вот. И чтобы мы не говорили, я Ильченко, я здесь живу, а он Вася. Да чё говорит? Он Ильченко, я Вася. Что-что? То есть, это я Ильченко, а это он Вася. Вот, видишь? Он Вася. Видишь? И не дай бог. Что не дай бог? Не дай бог тебе сказать, так ты хочешь. А почему я не могу сказать, как я хочу? С ума сошёл. Я кого боюсь? Да рудной, желторотый, на рожон лезешь. Я Ильченко, я И... Чё ты лезешь на рожон? Я Ильченко. Зачем на рожон лезешь? Я Ильченко. Цыплёнок, пацан. Я Ильченко. Ты Ильченко, а он Вася. Понял? Значит, как тебя зовут? Давай репетировать, повторяй за мной. Моя фамилия Ильченко. Моя фамилия Ильченко. Маленький тот. Кто маленький? Ну? Вася? Ну? Вася. Попали как сюда? Куда? В свою квартиру. Я забыл. Что у тебя было в руках? Ведро, что ли? Давай ведро. А ключ, да ключ. Мы поднялись наверх. Так, ну, этаж, быстро. Быстро этаж. На пятый, что ли? Ну? Открыли дверь. Открыли дверь, и что? Ну? Ключом открыли. И что? И что? И что? Что? И что? И что? Ну? И вошли. Молодец, все, молодец. Вошли, все. Если спросят, говорим, мы вошли, и все. Закрой глаза. Открой. Так лучше. Если скажут, покажи паспорт. Ни в коем случае никогда. Что ты боишься? Ни за что. Ты же Ильченко? Никогда, ни за что. Ты боишься? Нет, 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 нет. Я боюсь, я лучше уеду отсюда, и все. Ты же Ильченко? Я уеду. Ты покажешь паспорт, ты Ильченко? Нет, нет, я уеду отсюда. Куда ты уедешь? Я уеду, я боюсь. Куда ты уедешь? Я боюсь. Ты здесь живешь? Я здесь живу. Ты никуда уедешь? Я никуда не уеду. Ты сидишь здесь. Я сижу здесь. Маленький там кто? Вася. Как попали сюда? Куда? К квартиру свою. Ну все, садись. А? Вставай. А? Зови маленького. Вася. Говори. Вот если спросят, как меня зовут, ну скажите, Витя, мол, как фамилия Ильченко, якобы. Где же он на Приморской, как будто? Если спросят, как вы сюда попали, ну скажите, по билетам, якобы. Что происходит? А, тут спектакль. Кого я играю из Жванецкого, вроде бы. Маленький, Карцев, побольше Ильченко. И не ходите за нами, маскируйся. Боже мой, боже мой, кого я вижу. Какой человек. Очень рад вас видеть. И я очень рад. И я очень рад вас видеть. И я очень рад. И я рад. И я очень рад. Очень рад. Вы надолго к нам? Надолго к вам. Вот это хорошо. Да, это хорошо. Надолго это хорошо. Надолго это хорошо. Надолго это хорошо. Да, надолго хорошо. Хорошо надолго, а? Надолго это хорошо. Да. Да. Вот ненадолго плохо. А надолго это хорошо. Надолго это хорошо. Да. Да. А вы знаете, я вам больше скажу. Да-да? Надолго это хорошо. Нам очень нравятся ваши работы. Ну да. Спасибо. Пожалуйста. Слушайте, давайте попробуем поработать вместе. Вместе. Вот вы хотите работать для нас? С удовольствием. Попробуем, да. Давайте попробуем. По что, давайте попробуем? Попробуем. Вы набросаете такой планчик конспектов будущей работы? Так. Принесите, мы обсудим, и всё. И всё. И всё. Планчик конспектов. Будущей работы. В двух страничках. Я знаю, я делаю. Я знаю, я делаю. Я помню. Планчик, конспектик. В двух страничках. А можно в одной. Давайте в шести. Ради бога. Я знаю, я делаю. Я знаю, вы делаю. Я помню, я делаю. Я помню, что вы помните. А вам это очень нужно? Очень, так что сделаете. Обязательно. Договорились? Непременно. Я могу быть уверен. Как вам не стыдно? Не подведете? Вам не стыдно? Я могу быть уверен. Я обижусь. Ну, я могу быть уверен. Как вам не стыдно? Ну всё-таки могу быть уверен. А я могу быть уверен. Ну, как вам не стыдно, как вам не стыдно, как вам не стыдно. Мы оба уверены. Вы чувствуете? Да, я чувствую, вот чувствую, да. Чувствуете? Да, я чувствую. Вот сейчас почувствовал. Так что сделайте. Обязательно. Договорились. Если вам нужно, обязательно. Очень нужно, мы без вас не можем. Но если так, то обязательно. Договорились. Договорились. Делайте. Обязательно. К четвертому. К пятому. К четвертому. К пятому. К четвертому. К пятому. К четвертому. К пятому. К четвертому. Только обязательно? Если я обещаю, вы же знаете Мы уж тогда никого не приглашаем Рассчитываем только на вас Только на меня До 4-го Не сделаю я ему ни черта А мне это не нужно До 4-го числа Где ты был? На пляже На пляже в рабочее время? А что, все было спокойно? Какое спокойно? Ты с ума сошел? Ты знаешь, что у тебя на участке случилось? Что случилось? У тебя кран упал! Врёшь! Кран! Врёшь! Тебя с утра начальство ищет вне себя! Кран упал? Да! Что делать? Делать что-то? Вон они идут, попробуй их запутать! Запутать, я не знаю! Не уходи, не уходи! Постой со мной! Не уходи! Ээээ, товарищи, я его вижу! Вот он! Вот он! Вот он! Так! Вы здесь? Хорошо! Отпустите собаку, товарищи! Я уже с ним разговариваю! Отпустите овчарочку! А? А? Что? Что? Я вас спрашиваю! Что вы спрашиваете? Я говорю, вы, конечно, были на работе, да? Да! А? А? Что? Что? Я вас спрашиваю! Что вы спрашиваете? Я говорю, вы, конечно, были на работе, да? А что, кто-нибудь сомневается? Я не сомневаюсь! Ага! Значит, вы были на работе! Вот тут я не пойму! Если вы спрашиваете, я буду отвечать! Если вы отвечаете, я буду спрашивать. Пока я, начальник, я спрашиваю. Почему пока вас могут снять? Вы так хорошо работаете, мы так к вам привыкли все. Почему пока? Почему пока? Почему пока? Тихо! Короче, были на работе или нет? Попробовал бы я не быть. Что это, частная лавочка, что ли? Это государственное производство всё-таки, как-никак. И все, кто думает, что частная лавочка, могут поискать другое место. Бездельников держать не будем. Хочешь, работай, приходи. Не хочешь, не приходи, не работай. Пришёл, работай, сиди. Не пришёл, сиди, не работай. Если мы начнём у каждого спрашивать, нравится ли тебе работа, прийди, поработай. Не хочешь, не поработай. Это будет не производство. Знаете что? Что? Вот я хотел с вами поговорить на эту тему. Я не могу вас найти. Где вы бываете? Я не могу вас найти. Где вы бываете? Я не могу вас найти нигде. Где вы бываете? Подождите! Сначала я с вами поговорю. Значит, вы были на работе, да? А вы знаете, где вас видели во время работы? Где? Где? Да, где. Это что такое? Что именно? Вот это, что это? Что именно? Что? Вот это, вот это, что это? Вы о чём? Вот это, что это? Что, что именно? Вот это, вот это, что это, что это? Вот это? Это я, Кольцов. Вот это что такое? Вот это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Ну что это? Что это? Что это? Иван Семёнович, перестаньте говорить загадками. Вы меня изводите. Что у вас на шее? На шее? На моей? На царапинке? Что там? Что там такое? Что там? Вот это что такое? Что это? Что? Отвечайте мне, что это такое? Что это? Что такое? ну что такое ну в чем дело что вы такой странный сегодня по моему у вас что-то случилось у меня да по моему это у вас случилось уже вас не было где вы были это полотенце при чем тут полотенце да вы знаете что сегодня случилось еще бы ну вот хорошо что хорошо вы знаете что все утро вас ищут конечно ищут меня ищут мы болтаем с вами конечно меня ищут не перестаньте здесь вас искали раньше до нашего разговора что вы не понимаете как это до того как я вас нашел как а то как как это как да то как и вас нашел до того чтобы до того того до того как это как это как это тот정 imminent что такое да так вот это firstly the two two different Раньше не до того, до того, до того, до того. Раньше до или до раньше того? Чего? Того. Раньше до того, как нашли. Или нашли раньше до того, как? Как это, как это, как это, как это? Ну, раньше до того, раньше до того, до того. До того, до того, до того. Хея, хея, хея. Айсинг! И вообще, зачем искать, зачем найти? Если кому-то нечего делать, если ему нечего делать, пусть ищет. Пусть ищет. После того, как найдет. И не отвлекает тех, у кого есть что делать, когда искать и где найти. Что не ясно? Вы о чем? Вы о чем? Вы о чем? Вы о чем? Ух, вы хитрят. Эй, вы комик! О чем? Если бы не знали, не спрашивали. И не начинали бы этого разговора по существу. Вокруг да около умеет каждый. А попасть в центр сути, точку проблемы, это еще надо посмотреть. У меня к вам все. Позвольте, вы еще! Опять! Да вы знаете, что случилось на вашем участке, или нет? Вот! Что вам? Наконец-то! Что вам? Наконец-то! Что? Подошли к самому главному. И докладывайте! Вы знаете, что Гришку застукали с Мотовиловой на складе? Вы знаете об этом? Я спрашиваю, где вы были? Я был за углом. Ну ладно, не будем терять времени или время, как правильно. Времени. Или время. Время. Или времени. Времени. А как нужно сказать, не нужно или не надо, как правильно? Не нужно. Или не надо. Не надо. Или не нужно. Не нужно. Стоп! Осторожно, у меня что-то с головой. Это производство? Производство. Сейчас 71-й год? Семьдесят пять. Но вас же где-то не было. А почему вы мне не сказали? Я же там должен был быть. Где мы теперь узнаем, где я был, что я делал? Ну я надеюсь, вы будете молчать. Я молчу. Так что... Так что... Сводная заявочка. Сводная заявочка? Сводная заявочка. Сейчас прямо по списку и пойдем. Прямо по списку и пойдем. Втулка коническая. Нету. Коническая втулки нет? Откуда? Что вы? Эта штука коническая. Коническая втулка. Я ехал, ехал, я ехал. Я понимаю, я понимаю. Коническая втулка. Нет. А ребята брали. Какие ребята? Кто их видел? Конической нету. Нету. Втулка коническая. Ставь птицу. Что ставить? Ставь птицу. Найдем. А, птицу найдем. 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 Подшипник упорный ТТ-54. Нету подшипника. Нет, нету. Упорный. Откуда что? А ребята брали. Какие ребята что? Ой. Чик-чик-чик. Подшипник упорный ТТ-54. Ставь птицу. Найдем. Птицу найдем. Найдем. Диски спецления ГАЗ-51. А ну еще раз произнеси. Недопонял. Диски спецления ГАЗ-51. Спецляются диски. Для спецления. А, нету. А ребята брали. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не. Не-не-не-не. Ой. 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 Вариковый? Вариковый. Сами гоните? Сами. Хорошо, хорошо. А то ты знаешь, на соседнем заводе, так они для меня спирт из тормозной жидкости гонят, понимаешь? Прям судороги по ночам невозможные делать. Диски из спецления ГАЗ-51. Бери, сколько увезёшь. Птицу. Рисуй. Уплотнение фетров ввс... ТВС... Восьмой номер. Как сказал, ещё раз, недопонял. Уплотнение фетров ввс... ТВС... Сейчас. Уплотнение фетров ввс... ТВС... 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 В СИЗО. Решу я. Петерёнки... Шестерёнышные. Вологодские. Я сказал ещё раз, недопонял. Петерёнки шестерёнышные. Сейчас. Ты давай на голос, на голос иди, давай, на мой голос, голос иди. Ценься, ценься лучше, ценься. Закрылки, закрылки выпускай. У тебя полоса короткая, посадочная. Петерёнки, шестерёнки, четвереньки. Вологодские. А, Волговские? Нету. В СИЗО. В СИЗО. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Петерёнки, шестерёнышные, Вологодские. Пошукаем. 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 Псисо. Рисой. Пошукаем Псисо. Здравствуй, АИС. Здравствуй, Псиса. Псиса, так и должно было, спасибо, Псиса. Не надо, не надо, не надо. Неудобно, на работе всё-таки, не надо, не надо. Давай же до конца списка дойдём. Дойдём, я уже почти дошёл. Три салата. Чего-чего? Три салатарные штуки, четыре псисы и люля-кебаб. А ну налей ещё, чё-то не разберу, я чё-то не туда, не туда не сбёшь. Эскалаторные штуки, четыре шланга и брензен. Брезен, брезен, да нет. Давай брезен. Нет брезен, да. А у меня водочка. Нет, нет брезен, да нет. Пожарники разобрали. А коньячок? Ой, хорошо, но нет брезен, да нет, понимаешь? А бренди? Ой, хорошо, ну нету, ты понимаешь, нету. А завтрак туриста? Ну нету, ты понимаешь, нету. Нету? Нету. Вот тут я тебе верю, потому что ты честный человек. Дайте мне два билета по безналичному расчёту. Дайте. Мне подождать, я подожду. Дайте мне два билета по безналичному расчёту. Дайте мне. Подождать, я подожду. Дайте мне два билета, дайте. А вы кто такой? Я Петров, уполномоченный. Чем вы-то кажете, что вы Петров? Вот моё удостоверение. Видите? Вот. Мало ли что я вижу. Я всё вижу. Вот верю ли я. Вот письма на моё имя, вот бланки. Читайте всем Петрову. Читайте. Можете мне всё это не показывать. Чем вы докажете, что вы Петров? Вот моя доверенность. А чем докажете, что она ваша? Удостоверение, фотокарточка. Сличайте. Сличайте. Похоже. Ну и что? Это я. А это я. Это моё удостоверение. Чем докажете? Родинка, видите, вот. Ну, ну. Видите, родинка. Ну. И вот родинка, видите. Ну и что? Я встану вот так, а вы встречайте меня. Слечайте. Есть сходство? Доверенность на Петрова? Да. Вот он придёт, я ему и дам. Он пришёл, я уже здесь. Чем докажете, что вы Петров? Удостоверение. А чем докажете, что это ваше удостоверение? Фотокарточка. А чем докажете, что это ваша фотокарточка? Родинка. Чем докажете, что это ваша родинка? А чем вы докажете, что вы кассир? Чем? Я кассир. Вот деньги, билет, окошко и надпись. Сидоров кассир. Мы не Сидоров кассир. Нет, я кассир. Мы не кассир. Я не кассир. Вы пришли с улицы и сели. А кассира убили. Труп в сейфе. Что ты плетёшь? Вот сейф пустой, ты что? Убрали, успели. Сели вниз на него. В Алисидоров кассир. Да ты что? Вот паспорт на 10 лет дурака валяешь. А паспорт отняли. А карточка? Наклеили. А печать? Выкрали из милиции. Зарезали паспортистку. Достали бланк. Заполнили её рукой. Кровь смыли. Присмыли всю кровь. Зачем вы смыли кровь? Да ты что? Вот все знают, все подтвердят. Ребята, кто я? Ничего не значит, вы сговорились. Да вот мой начальник. Это не он. Лапки врет. Константин Петрович притворяется. Как ты сюда попал? Убийца. Ты убил кассира. Ты его. Зачем ты его убил? Что он тебе сделал? Сидел человек, работал, а ты взял его кокнул. Убийца. Да чего ты, чего ты? Чего ты? Я 20 лет тут сижу работаю. Чего ты? Я от тебя сейчас, сука, кошу, сам сяду. Что, я буду сидоров кассир? А я ими работать, а ты нет. Тебя выучили и подготовили. Я выдаю деньги, получаю зарплату. Ты не кассир. А кто я? Какой ты кассир? А кто я? Не кассир и взял. А кто я? Ты танкист. Я тебя узнал. А, вот ты влип. Я же не умею заводить танки. Научат. Я даже не знаю, как к нему влезть. Покажем. А где эти танки, где они? Узнай и приходи. Нет, я всё-таки Сидоров кассир. Нет. Возьми свои два билета, отстань от меня. Отойди от меня. Убийца. Убийца. Теория относительности. Миниатюр в жанре салонного диалога. Всё. Добрый вечер. Так что такое теория относительности? А это всё относительно. Да. Это не значит, что что-то нужно относить, а что-то можно отнести потом. Это сложная штука. Вот скажем, я сижу, а вы идёте. Да-да. Ну, пожалуйста, ходите. Да-да, пожалуйста, пошёл. Пожалуйста. Чувствуете, вы идёте, а я сижу. Вы пошли относительно меня. Что вы говорите? Теперь вы сидите, а я пошёл. Что я сделал? Вы пошли. Правильно, я пошёл относительно вас. Что вы говорите? Один относительно другого всё время что-то предпринимает. Или скажем, мы с вами поехали. Что мы делаем? Мы едем. Правильно, относительно чего? Ну-ну. Относительно предметов, домов, городов, деревьев, полей, лесов и рек. Я понимаю, это пока сложная штука. Но если мы привыкнем к этой мысли и будем её с вами двигать дальше, кстати, двигать, мы с вами толкаем третьего. Что мы делаем? Мы толкаем его. Так, толкнули, он упал. Относительно чего? Домов. Да, мы толкали его относительно домов. Он упал относительно нас, с него слетели очки. Так, мы толкали, с него слетели очки. Мы остановились. Относительно чего? Домов. Он относительно нас продолжал двигаться, а очки относительно... Относительно? Продолжали двигаться относительно... Домов. Его. Что вы говорите? Как интересно, а? Допустим, мы толкаем его в очки. Тогда мы упираемся в его очки относительно чего? Его. Домов. Что вы говорите? Очки остаются у нас. А он продолжает двигаться относительно... Очков. Точно, да. Если его затолкать далеко, он вернется помолодевшим. Интересная мысль. Помолодевшим ровно настолько, насколько... Мы его толкнули. Насколько он не видел нас. Допустим, мы его так толкнули, что он нас не видел три дня. Насколько он помолодел? Относительно того? Нет. Давайте упростим. Давайте. Мы его не видели три дня. Сколько он не видел нас? Относительно чего? Вот, понимаете, теория предполагает во всем принцип относительности. Ну, скажем, дома спрашивать ты куда идешь? Относительно чего? Сколько ты получаешь? Относительно чего? Относительно студента много, относительно директора мало. Вы в эту сторону пошли, да? А относительно министра еще меньше. Значит, мы его толкнули. И он нас не видел три дня. Сколько мы не видели его? Ну, если мы так его толкнули, что он нас не видел три дня, то мы его не могли видеть каждый день. Ну, это относительно нас? Да. Относительно его ему крышка. Он нас может не увидеть вообще. Важно, что мы по отношению к нему продолжаем существовать. И толкаем других относительно тому. Конечно. Сложная вещь. Да, это не простая штука, но это еще не все. Что вы говорите? Там еще есть движение относительно других поодиночке и сплоченной кучкой. Было время, это понимало несколько человек. Сейчас понимают все. А относительно других? Себя. Ну, допустим, я что-то изобрел, открыл или создал. То другие. То другие зааплодируют вам? Толкнут так, что я вернусь постаревшим. Толкнут относительно домов? Конечно. Дома же двигаться не могут. Может двигаться коллектив, толкая впереди себя очки, надетые на одного. Позвольте. А если он очень умен? В очках? Да. Относительно коллектива? Да. Облупляем его и оставляем коллектив умным. Относительно чего? Домов, конечно. Спасибо за внимание. Алина. 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 Алё, алё, алё. Девушка. Алё, девушка. У меня уже несколько дней молчит телефон. В чём дело, девушка? Как? Разве вам ничего не говорили? Нет. А вот как-то получали? Нет. Как? Вы должны были получить? Да, а я не получал. Вы должны были получить. Алё, девушка. Пятнадцатая. Уважаемая пятнадцатая, у меня уже три дня молчит телефон. В чем дело, девушка? А вам ничего не говорили? Нет, открытки не было. А что случилось? Должна была быть. А из управления вам звонили? Нет. Странно. А что случилось? Вам изменили номер. Ай-яй-яй, девушка, милая, пятнадцатая, не бросайте трубку. За что? Почему? Там узнаете. А может, вы знаете, почему долго нет писем, телеграмм? Уже очень долго. Как, вы еще не знаете? Нет. А что случилось, пожалуйста? Уже месяц, как вам поменяли адрес. Ай-яй-яй, девушка, куда бежать? Почему? Всему дому поменяли. Нет, только вам. А что ж теперь делать? Я так жду, а тут приходят письма, повестки на фамилию какого-то крысюка. Куда их пересылать? Постойте, вам что, действительно ничего не говорили? Нет. Это вам. Как? Так, у вас изменилась фамилия в связи с вводом новой станции. Вы же не получили открытку? Нет. А что ж теперь делать? Меня ж никто не знает. Вас предупредили. Вот у меня список. Против вас дайте, предупрежден. Да? А я не получал. Значит, получите. Алло, девушка. Восьмая. Мне пятнадцатую, пожалуйста. Уважаемая пятнадцатая. Как меня теперь зовут? Это Крысюк? Так, це я. Сейчас. Семен Эммануилович. Чекай ты, чекай ты. Я же уже... Нет, нет. Это все осталось. Год рождения тысяча девятьсот двадцать шестой. Чекай ты, чекай ты. Мини сорок барокки. Это по-старому. Вам теперь пятьдесят восемь. Еврей. Опять? Да, пятьдесят восемь. Родители, кулаки, землевладельцы. Нет, позвольте. Мы из служащих. Это по-старому. И это изменено. Вы... Вы продавец. Кто? Продавец овощного отдела. Нет, позвольте. Я врач. Первый медицинский институт. Подожди. Нет, нет. Это изменено. Вы продавец. Какого магазина? Вы сейчас без работы. Находитесь под следствием. Вы дали подписку. За что? Не до веса. Весыну в карточке нет. То ли вы скрывались. Я не поняла. А то там что-то мелкое. Вам пришлют. У вас там родственники. Нет, нет, нет. Там родственники. Нет, там у меня нет. Теперь есть. Где? В Турции. Турки? Турки, не турки, но очень похожие. Да. Тут от соседей заявление. Вас прозят изолировать. Позвольте, мы даже не знакомы. Я их не знаю. Просьба рассматривается. Вы скажите спасибо, что вообще с вами разговаривали. Спасибо. Я не обязан отвечать. Просто завтра ухожу в декрет. Так сегодня настроение хорошее. Спасибо, милая пятнадцатая. Пусть ваш ребенок будет здоров. Спасибо, да. Девушка, а у меня дети есть по-новому? Сейчас. Маш, посмотри, там у Грузюка дети или что? Или что? Да, твое сын восемнадцать и дочь двадцать семь. Где они? Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Им от вашей не сообщили, что вы скончались. А те, кто меня вспомнят под старой фамилией? Нет, лучше не стоит общаться. У вас тут и так всего хватает. О, вам еще курс лечения. От чего? Здесь сказано биберкулез. Я здоров. Сказано кашель. Да. А почему вы не явились? Куда? За деньгами. Тут сказано, вам был перевод, но вас не нашли. Как не нашли? Его же все время находят. Вас не нашли и перевод отправили обратно. Откуда перевод? Здесь не сказано. Девушка. Да. А внешность мне не изменили? А что вы даете? Такая же можно внешность изменить. Вот на глупости у меня нет времени. А что же мне теперь делать? Ждите, 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 ждите. Э-э-э-э-э-э-э. Скажите, это склад? Тот самый? Да. Слава Богу, я пока к вам попал, ни вывески, ничего. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно. Что вам? Вот это я могу, это что? Сколько? Можно одну? Одну. А полторы? Дальше. Скажите, а у вас есть, подождите, а можно я с женой? Я мигом. Пропуск на одного. А позвонить? Отсюда нельзя. А сюда? И сюда нельзя. Быстрее мне рабочий день кончается. А завтра? Пропуск на сегодня. А вы не поможете мне? Я не знаю, что вам нужно. Что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужно. Что мне нужно? Что у вас есть? Что вам нужно? Что мне нужно? Все. Лекарства какие-нибудь? Какие? Какие у вас есть? А какие вам нужно? Ну вот, допустим, пирамидон. Сколько? Да нет, ну что пирамидон? Да нет, ну что пирамидон? Да нет, ну что в самом деле? Что пирамидон? Пирамидон тоже. Ой, господи, что же мне нужно? Сколько? Десять. Да что я с пирамидоном. Ну что, восемь? Да, десять. Пожалуйста. Пятнадцать. Пожалуйста. Еще две. Можно. Еще одну. Хорошо, дальше. Что у вас есть? Что вам нужно? Что вы представили, что мне нужно? Мне сказали в порядке исключения для поощрения. А, так вы отказываете? Нет, 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 нет. Нет, нет. Из одежды что-нибудь. Что? Шапки. Одна? Да, две. Дальше. Три. Три дальше? Четыре. Так, обувь? Сандалии и портных нет? Есть. Белые. Сколько? Белые. Сколько? Они белые? Они белые. Две. Пары? Одна и джинсы. Белые? Синие одни. А что, и белые есть? Белые две и сандалии две. Пары? Одна. Нет, две и джинсы. Две и джинсы одна. Пары? Две. Две. Три. Три. Четыре. Четыре. Я же не только себе, понимаете? И я только вам. Вас понял. Скажите, товарищ, что у вас из продуктов питания? Что вас интересует? Что меня интересует? Меня интересует что? Меня интересует поесть. Ну, допустим, например, скажем, вот есть колбаса. Потом? Два. А хорошая? Два. Три. А какая? Какая вас интересует? Такая, покрепче. Значит, три. А что, есть? Четыре. Четыре. Пять. Ну? Ясно. Четыре, а один чуть раньше. Значит, пять. Почему? Сначала четыре, потом пять. Хорошо, дальше. Что у вас есть? Что вас интересует? Крабы есть? Сколько? Одна. Одна. Ну, две. Две. Ну, три. Ну, четыре. Четыре. А вот я слыхал, я слыхал, бывают такие, такие бывают языки, такие олени. Я, конечно, понимаю. Сколько? Есть? Сколько? Кило. Они в банках. Тогда одну. Нет, две. Нет, три. Что будешь сразу? Ну, если вам все равно четыре. Вы их не будете есть. Тогда. Они своеобразного посола. Тогда одну. Одна. Нет, две. Себе и на работе. Нельзя, только вам. Я сам съем, вы сможете посмотреть. Ну, одну. Одна. Нет, две. Вдруг подойдет, я тут же съем вторую. Две. Две. Одна. Нет, три. Нет, у меня денег не хватит. Скажите, товарищ. А вот, скажем, рыба. Сколько? А вот свежая. Живая, что ли? Да, живая. Какая? Ну, свежая рыба. Ну, какая вас интересует? Живая рыба, свежая. Какая свежая? Какая свежая? Ну, живая такая. Какая живая? Какая живая? Живая рыба, какая живая? Не помню, какая она живая. Сазан. Сколько? А сом. Сколько? Есть? Сколько? Стерлядь. Ну? Что есть? Сколько? Форель. Ну? Есть? Сколько? Три. Три. Четыре. Четыре. Четыре и стерлядь. Пять. И сом. Испортится он у вас? Тогда один. Пишу сразу два, но не испортится. Пишите три, пусть портится. Вобла. Сколько? И пиво. Какое? Какое у вас есть? Какое вас интересует? У нас восемь сортов. Ну, давай пятый сорт, Жигулевский. Она, пожалуй, получше. Ящик? Бутылку. Все? Водка есть? Какая? Московская. Сколько? Сто. Бутылок? Грамм. Что, здесь? Здесь, конечно, где же еще? Металл нужен? Да нет, металл сейчас. Скажите, товарищ, а вот у вас есть для... Ну, знаете, мне неудобно. Ну, интимное. Мужской? Женский? Я думал, он общий. Да ну? Тогда женский. Один? И мужской. Один. По два. По два. По три и детский. Детских не бывает. Это дети, вы что, соображаете ли мне? Тогда по четыре. Один мужской, один женский. Значит, по пять. Значит, по пять еще по мужскому и женскому. Да вы их не расходите за десять лет. Почему? Вы не знаете меня. Почему? Тогда по шесть. Один мужской, один женский. Еще по одному потом. Когда потом? Через пять минут. Значит, по семь. Значит, по семь еще по одному потом. Через пять минут, да? Да, да, да. Все? А вот я слышал, бывают такие французские. Против невозможного. Ну, говорят, чудеса. А у меня с детства прожден. Сколько? Есть. Сколько? Мешок. Это масть. Бидон. Определенное количество на курс. Сколько? Я не знаю, может быть и сто. Сто пятьдесят. Здесь намажу, возьму с собой. Больше ста не отпускаем. Это сто, сто, еще полста. Все? Нет. Скажите, товарищ. Валенки есть? Сколько? Не нужно, это я так. Так, все? Нет, не все. Нет, не все. Все? У меня список. Все? Не все. Сами повезете заказ? Вы что, можете? Адрес? А вы все положите. Можете, я вам помогу. Куда везти? На Чехово. Нет. А в другой город? Можете? Адрес? На Красноярск. Нет, туда нельзя. Давай ко мне. Нет, там сейчас жорка вцепится. Куда это мне все везти? А вы можете на Пушкинской и ночь в подъезде переждем. Кто ж ночью повезет? Замаскируем подкус. Нет, производим. Сюда брезентами двух солдат при орудии. Это гражданский склад. Всем за панельку, дали разведку. Все, склад закрыт. Нет, не все. Попрошу выйти. Не все. Попрошу выйти. Попрошу выйти. Попрошу выйти. Попрошу выйти. Речка. 1 сентября, первый день первого учебного года. Во дворе одной из школ, нестройными рядами стоят выпускники детского сада, нынешние первоклассники, директор школы. Дорогие товарищи дети, сегодня 1 сентября вы вступаете в первый класс. Вам всем, всем, по всем, по всем, всем, по всем, 8, по всем, 7 лет. Разрешите мне в этот знаменательный день, знаменательный час, знаменательный год от имени Педа и Кспома состава приветствовать вас. О вашем лице ваших родителей, от лица преподавателей моего лица, лиц наших сотрудников, новое поколение, вступающее в стены школы нашей средней, вашей жизни всей отныне. Дорогие товарищи дети, вам всем, по всем, по всем, 8, по всем, 7 лет, и вы поймете, с каким волнением мы планировали подготовку, организацию учебного процесса, переработку первоисточников, классиков для легкой усвояемости вашими молодыми организмами сил, что с мальчиком успокоите ребенка, я разговариваю. Дорогие товарищи дети, ваш неустанный упорный труд только тогда снискай то, что он должен снискивать. Снискнуть, снискнет, снискать, кого чего, снискнуть. Если вы с полной отдачей и беззаветной работоспособностью, так характерных, ным, ныхным, ныхной, ныхным, ныхных, с кем-чем, с ныхной нашей интеллигенции, успокойте ребенка, я разговариваю. Дорогие товарищи дети, разрешите предоставить слово нашим шефам по комплексно-техническо-производственному обучению заводу имени Нептуну, от имени которого главного инженера выступит начальник старшего техотдела у нас в гостях Костоглазов. Встретим, дети, и вы сейчас вниманием. Здрасте. Дорогие товарищи маленькие дети, разрешите мне от имени завода управления, отдела главного технолога, технического отдела, лаборатории, вычислительного центра, совкома, месткома, комитет комсомола, а в вашем лице всему поколению, вступающему в нашу жизнь, маленький привет. Перед лицом новых достижений и от имени коллектива с Новым годом вас! Дорогие товарищи маленькие дети, коллектив нашу Нептуна завода просил передать вам, что он, в свою очередь, решил взять на себя дополнительные обязательства. Наш техотдел, в частности, решил довести до промышленной серии опытный образец агломератно-дробильного агрегата НКЗ-18БИС с педалью, доведя его производительность до 18 тонн горячего агломерата, быстрого схвата в ней в час. Тише, дети, это интересно! С мамой придешь! При затрате электроэнергии 18 киловатт на расчетную единицу веса, которую мы принимаем равной 1 килограмм на единицу мощности, что, в общем, соответствует тех условиям ТУ-54-49 от 25-го, 5-го, 59-го года, СНХ-ДПУ от 18-го января, при себестоимости 16 копеек за тонну. Ну что, это много? Это даром, дети! Что уже на 0,5% и ниже взятых нами за прошлый год, когда мы еще грели пересыщенным паром, дети! Нет, выйти нельзя! Интересное письмо написал колдовщик нашего завода! Терпи, я же терплю! Он просил передать вам, маленьким мальчикам и девочкам, что обязуется сэкономить горюче-смазочных, аптирочных, шпалопропиточных, сталепрокатных и ликероводочных материалов на сумму 8850 фунтов стерлингам. Это такие плохие рубли, дети! Мы обязуемся так же, так же, как, а, так же, как, а, как, так же, так, как, 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 как же, так же, так же, как же! Что-что? Уписался самый маленький! Вот теперь выйди! Ну все, меняйте им штанишки, вытряйте носики, перерыв! Собрание на ликероводочном заводе! Товарищи, разрешите собрание нашу 48-го ликероводочного завода считать открытым. Мы тут собрались с вами, чтобы поговорить на наболевшую тему «Изыскание унутренних резервов». Состояние дела на участке транспортного цеха. Сейчас доложит нам начальник транспортного цеха. О, про Николай Горчук! Что Василий Иванович докладач? Давай, давай! Достижения у нас есть, есть, достижения у нас есть. Люди в обеденный перерыв отдыхают. Автосцепщик Харитон Круглов вновь взял на себя, как и в прошлом году, и все это с честью несет. Обещал, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шоферы-водители яшишно-разливочной тары Ларионов и Кучко тоже взяли на себя все, что могли. Завозить точно указанный в путевом листе в магазин с минимальным боем по пути, свести бой от завода до магазина, то приемлемые цифры. 50 литров на тонну километру водки и 25 килограммов на тонну километру коняшных изделий. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нам в прошлом году на 1 мая, до сих пор не ушли. Ходят по заводу с транспарантом и пятилетку 4 года. Мы их сейчас по одному выловливаем. Теперь, Василий Иванович, мы, конечно, с вами привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся на складе готовой продукции. Пятницу вечером уборщица Симакова вызвала начальника пожарной охраны. Они вдвоем пытались изгнать чертенка из междуяшечного пространства. Он дрожнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе. Мы должны что-то тут решать, потому что в конце недели его уже многие видят. Сейчас он стал появляться еще с дружками с кондитерской фабрики. Культурно-массовая работа. Артисты до сих пор здесь. Физика, акробатический этюд. Братья Врадьевых взяли на пол ставки, они уже дисквалифицируются. Отказываются стойки головой вниз. Один брат рухнул, второй братишка рухнул. И мы... Рыга! 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 Рыглавин-то давай! Я предлагаю назначить перевыборы на любой момент. Нам бы это только давай. И, конечно, красивая женщина. Спасибо. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. А ну пусть доложит. Пусть доложит. Об изыскании. Доложит. Доложит. Я выступал. Наш транспортный цех задолго до конца встретил Новый год. Водители Ларионови Кутько перевезли по маршруту винный склад, винный магазин 8 миллионов 856 крепких, крепленных и слегка разбавленных изделий. Идентичные Ларионови Кутько обещали сэкономить тонну километров вдвое и бойтары произвести с учетом интересов. Спасибо. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть и он доложит нам об изыскании внутренних резервов. Пусть доложит, понимаешь. Водители Ларионови Кутько используя слабые места, а также порожняк. Взяли на себя дополнительные обязательства и проказали доложить. Спасибо. А где наш начальник транспортного цеха? Он выступал же, я что-то... А вот мне интересно, как у него там идут дела? В прошлом цех хронически отставал. Начальник транспортного цеха, а ты что, в зале? А на выходе по-хорошему давай сюда. Быстро давайте. Ты берешь на тебя число, давай. Слава. Я выступал, Слава. Мне уже текст кончился. Буду говорить то, что думаю. Наш транспортный цех хронически отставал, теперь он хронически обгоняет. Водители Ларионови Кутько, используя один двигатель на две бортовые машины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, чтобы напрасно не возить его в магазин. Спасибо. Молодцы. Вот только жаль, что нам так и не удалось послужить начальника транспорта. И черт с ним. Выговор ему запишем, ты мне напомни, ему дам потом с занесением. Ага, занесешь домой, Мирин. Сейчас сам выступлю. Да еще есть предложение? Тут поступило предложение от молодых стусершиков перейти уже к официальной части. Вот не надо выражать нетерпение. Все хотят один, что ли? Ей предложили пригласить вторую бригаду артистов, когда уйдет та бригада, которую пригласили в прошлом году. Кстати, кто их видел и где их видели? В Разливочном. В Разливочном. Домой не пишут, одичали, уже прячутся от людей. Кто видел нашего юрисконсульта? В Разливочном. Взяли на работу два месяца назад, на проходной, говорят, домой не выходил. Найдет у нас к нему, вопросы накопились? Да. Кто это из вас в прошлом году такси вызывал, машина уже заржавела? Где шофер? Водители Лариону и Кудько. И главное, кто водил студентов по цеху готовой продукции? Где экскурсия? Пропало 600 людей, студентов политехнического вуза. Надо хоть часть в институт вернуть, хоть часть. Людей или студенту? Теперь наша доска почета. Но справедливые нарекания вызывает. Что это за жуткие рожи на доске почета? Вот фотограф, а ну встань, когда с тобой коллектив разговаривает. Кстати, говорят. Кандыба, подними его там. А то в семью вернем. Вы когда наших людей фотографируете? Не надо у станка. Его надо поймать до работы. Когда его еще можно узнать? Еще какие предложения у кого высказывались? Мне предложили, я предлагаю предлагаю предложение. Матросы, братва, думаю, что выражу общее мнение. Предлагаю нашему 48-му ликерно-водочному заводу вызвать на соревнование 49-й засолочный пункт. Правильно. Я думаю, наш разговор произвел на присущих глубочайшие. Глубочайшие. А теперь давай все к официальной части к столу. Такая притча. Встретились два таракана. Один из них был интеллигентом, а второй просто спросил. Как вы относитесь к большому спорту? Большой спорт прекрасен. Прекрасен, но это не для меня. Прекрасно желание побеждать любого, бегать, колоть, забивать. И нет, видимо, большего счастья, чем убедиться, что другой сломлен. Это прекрасно, но это не для меня. Как их гения врождают шахматы. Молчаливый, сосредоточенный, железно подготовленный. Смять, сломить, победить. Я шахмат боюсь. Там обязательно один из двоих унижается. Ему публично доказывают, что он слабее и просит не обижаться. Считайте, что меня победили без игры. И они поползли дальше, преодолев водопроводную трубу. Вы знаете, я любуюсь лицами победителей, хотя они несколько мрачноваты. По мне уж, ну пусть не такие чемпионы, а пусть подобрей. А издам, повеселей. И тысячу раз меня простите, поженственней, чтобы не такая тяга преодолевать партнера. Она же когда-нибудь станет женой. Так рассуждая, они остановились у газовой колонки. Вокруг разливалась приятная теплота. Вы знаете, я не против карьеры в спорте. Но спорт ради карьеры. Приятно увидеться и поговорить с Сильвестером Столоне. Но жить под его руководством. Тут вспыхнул свет. Они помчались. Один из них успел нырнуть в щель. А я? А как же я? Ну, сочтите предательством, вас опрыскали. Может быть, большой спорт – это плохо. Но элементарная физическая подготовка, особенно для интеллигенции. Ну и по просьбе друзей, я вчера видел раков по пять рублей, но больших. Правда, по пять рублей, но очень большие. Хотя и по пять, но очень большие. Но по пять рублей. Но вчера. А сегодня были маленькие, но по три. Но очень маленькие. По три рубля. Хотя и по три, но зато маленькие. Но очень маленькие. Но по три рубля. Те по пять вчера были очень большие. По пять рублей, но очень большие. А сегодня по три рубля. Очень маленькие, по 3 рубля. Те по 5 вчера, звери по 5 рублей. А эти сегодня, ну потому что по 3, поэтому маленькие. Те потому что по 5, те очень большие. То есть те были и вчера, и по 5, и очень большие. Эти и маленькие, и сегодня и по 3. И очень маленькие. Выбирай, но осторожно. Либо выбирай, по 5 рублей большие вчера. Или сегодня маленький, но по три, но очень маленький. Тебе по пять рублей. Гусары по пять рублей. А это вот это вот. Да нет, там смотреть не на что по три рубля. Три рубля больше, чем они. Тебе по пять рублей. Ну, маленькие, они быстро варятся. Маленькие. По пять рублей долго, пока их сваришь по пять рублей. Маленький быстро сварил, еще два рубля осталось. Они очень маленькие. Надо бежать. Но некуда. Хотя надо идти, но не знаю куда. Либо пойти по пять рублей за большими вчера. Или за маленькими. И с вами еще постоять тут. А с вами постою тут. Буду ходить за раками. С вами тут еще постою. Если бы они были как вчера. По три рубля. С вами буду стоять тут. Если бы у меня вчера было пять рублей. У меня и сегодня трех нет. Но они очень маленькие. На днях один за рубль жабу предлагал. Такая зеленая. А у меня рубля не было. Жаба была такая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.